Пока в Артёмовском и Булнаше с размахом отмечали День физкультурника, жители Красногвардейского скромно устраивали праздник своими силами. Местные предприниматели по инициативе депутата и при поддержке руководителя Томс объединились и подарили посёлку обновлённую вышку для прыжков в воду, которую местные давно окрестили нырялкой. В реконструкции сооружения приняли участие простые жители посёлка и их неравнодушные друзья. Ну а сам День физкультурника ознаменовался соревнованием любительских футбольных команд. Помощи от муниципалитета на организацию мероприятий населённый пункт не получил. До праздника День физкультурника вообще тихо всё. Если Упоров заболел, он получается на больничном. Но есть ещё зампредседателя Томса, это Шмуругин. И где вот он на сегодня? Нету никого. Так уж выходит, что жители посёлка привыкли надеяться только на самих себя и депутата, который в прямом смысле слова бьётся с Артёмовской администрацией за интересы своих избирателей. Ту же нырялку, к которой давно привыкло местное население, наши чиновники хотели и вовсе снести, мотивируя это ветхостью сооружения и его потенциальной опасностью. Ломать не строить, чего уж там. В Артёмовском городском округе в целом нет мест, где летом можно нормально искупаться и активно провести свой отдых летом. Надо лишить людей такой возможности окончательно. На примере Красногвардейского можно понять, что в относительно удалённых от центра населённых пунктах дела идут совсем не так, как это отражают в своих отчётах местные чиновники. Как-то получался у нас в последнее время всё идёт, будем говорить, в отношении Красногвардейска, в Артёмовском городском округе. Все дела идут на спад. Школы на сегодняшний день у нас нету. Детские сады тоже идут, будем говорить, как правильно сказать. В общем, их тоже потихонечку убивают. В отношении спорта, сами видите, что творится. Вообще никаких движений. Я считаю, это всё в корне неправильно. Это всё надо как-то менять. И куда у нас глава смотрит городского округа? Он же городского округа. Он не просто Артёмовского, а глава. Странная логика чиновников, с которой не согласны простые жители, в итоге порождает конфликтное настроение и усиливает социальную напряжённость в территориях. Но в администрации на это предпочитают старательно не обращать внимания. Каким последствиям может привести такая политика, покажет время. Одно можно сказать наверняка – ничем хорошим дело не закончится. Субтитры создавал DimaTorzok